Пришла весна, а снею таяние снега и затяжные дожди. Артемовцы столкнулись с очередной сезонной проблемой – грязью и нефорсируемыми лужами. Причем в первую очередь это касается дворов и междворовых участков пешеходной и проезжей части. Нередко причина абсолютно понятна и лежит на поверхности. Когда жителям выгодно с точки зрения, это же лесная, летом, это наша земля, здесь машины мы будем ставить. Это площадка моя, значит, там это все. А как снег или что-то делать, там ремонты производить внутри дворовых проездов, а куда город смотрит. Но не будем забывать о том, что в отдельных случаях муниципалитет не может произвести своевременную уборку снега и другие работы на определенных участках. Просто будет нецелевым использованием бюджетных средств. Происходит это из-за того, что территория отмежевана и является частью собственности жителей конкретного дома. Нам надо людям объяснить, то есть я понимаю, что мы уже разговаривали с всеми данными, что управляющая компания должна выходить к жителям, у кого входят земельные участки в их собственность, и включать в тариф механизированную уборку. То есть данная финансовая нагрузка ложится за счет жителей. Но они должны это понимать. И нам надо где-то это озвучить, осветить, чтобы у нас не получалось. Желком строй отправляют в управляющую компанию, управляющую компанию отправляют в желком строй, и вот люди звонят друг другу и не знают. Людям без разницы, правильно? Да, то есть нам нужно какой-то алгоритм выработать с такими участками. При этом не будем кривить душой. Своевременно невывезенный снег представляет основную причину весеннего потопа. Есть законы физики, по которым талая вода скапливается в углублениях и ямах, течет вниз, от чего страдают жители прежде всего тех районов, которые соответственно расположены ниже дорог и крупной застройки. Проблему решать нужно комплексно и заблаговременно, как, впрочем, и многие другие, которые помогут на долгие годы повысить комфорт и безопасность жизни в Артемовском городском округе.